ах да всем привет как видите по этой замечательной желтой кругляшки у меня на столе сегодня у нас очередной обзор наушников от висоник и на этот раз это их флагманская модель vs 9 конечно у них есть еще и подороже модели но вот последних самая свежая линейка это серия vs и вот в этой линейке vs 9 занимают старшую позицию я делал обзор на два варианта их vs 7 их которые оказались близки очень по звуку друг к другу а вот vs 9 чуть-чуть по другому оттюнингована но в остальном это все тоже все тот же динамический излучатель в хорошем оформлении висоник на рынке с восьмидесятого года и как бы на динамических драйверах они собаку съели поэтому не видят смысла скажем что-то менять хотя когда они берутся за арматуру у них тоже получается отлично кто слышал gr01 тот пойми тот меня понимает до сих пор моя супруга этими наушниками пользуется с удовольствием так вот флагманская модель стоит она заметно дороже чем vs 7 если vs 7 там были что-то до 150 долларов в зависимости от материала то эти почти 300 295 долларов или около того стоит так что поставим перед собой такой в интересный вопрос скажем стоят ли они этой двухкратный переплат и если меня не забьет склероз то в конце видео я отвечу на этот вопрос ну а если забьет то в общем то я думаю вы и так сможете сделать эти выводы самостоятельно отличная коробочка круглая такого насыщенного желтого цвета это вы по моему прекрасный пример того как в принципе немножечко подойдя творческих дизайну можно выделить выделиться на общем фоне и очень положительную сторону как допустим те же kenero со своими шестиугольными коробочками так и visonic с этими цилиндрами и выглядит очень премиальной и в принципе оформлена красиво и функционально сверху в коробке находятся сами наушники что в целом ожидаемо сразу их извлечь такой же холщовый мешочек как и был для хранения у седьмых запасные насадку не запасные от другого размера насадки и комплектный провод также в коробке есть силикагель и инструкция в инструкции нам интересны технические характеристики 11 миллиметровый композитный динамический излучатель 24 ома импеданса 109 децибел в общем прекрасное сочетание чувствительности и импеданса ни много ни мало чувствительность то есть с одной стороны не нужен мощный источник чтобы раскачать с другой стороны не собирают шум когда он есть диапазон частот от 10 герц до 28 килогерц хороший низкий уровень искажений причем что хорошо они честно его указывают прекрасный баланс каналов нормальные номинальная и максимальная мощность в общем по характеристикам наушники вполне себе удались но естественно слушаем мы не характеристики поэтому нужно разбираться с ними и дальше комплект поставки наверное для этой ценовой категории уже немного скромный он как бы в нем все есть но скажем какой-нибудь чехол допустим наверное не помешал бы если для седьмых недорогих это было нормально то для девяток конечно могли бы что-нибудь докинуть но в целом могло быть дизайн в принципе похож на семерки не стали что-то изобретать акриловый корпус на этот раз такого темно-зеленого цвета который иногда циан называется и из алюминий сплава алюминия с магнием сделан вот такие отполированные фейсплейты то есть на фейсплейтах у них металюшечка видите все по-честному без обману волшебника сулеймана качество сборки хорошие выглядит довольно эффектно конечно вот этот необычный выступ сделан на фейсплейтах но зная весоник наверняка этот выступ вносит свою лепту в их звук они не отличаются любовью к дизайну ради дизайна поэтому если они сделали вот этот вот бугорок то скажем это не просто для того чтобы вот так вот себя в ушах нащупывали его у себя и успокаивали нервы он вносит что-то в акустическое оформление внутри в самом наушнике через прозрачные стеночки шелла вид виден излучатель занимающий почти все место проводочки коннектор в общем тут ни в чем не обманули такой же как у семерок удлиненный звуковод довольно длинный за счет от этого выступа есть также выступ чтобы удерживать насадки защитная сеточка благодаря хорошей длине звуковода звукоизоляция чуть выше среднего также в это вносит свой вклад то что у наушников довольно крупный корпус то есть они сами тоже еще немного изолирует звук так что в принципе для шумной улицы или транспорта будет их достаточно хотя для сверх шумного окружения так сказать будет все-таки их не хватать хорошо держат насадки насадки комплекты немного такие вытянутые на этих это самый крупный них не так заметно на более мелких заметно что они тоньше и вытянутее чем обычно провод сделан сменным используются такие же коннектор и в целом почти такой же провод но вроде он другой по материалу по сравнению с седьмыми но так сказать фурнитура у него тоже так это какое ухо вот правое ухо правый коннектор вот такие вот круглый необычный коннектор с утопленными пинами естественно двухпиновые садятся с нормальным усилием но не супер туги в целом наушники держит контакт обеспечивает поэтому со своей задачей справляются на проводе сформирована заушина тут нет проволоки чтобы гнуть но термоусадка довольно жестко держит форму поэтому она и гасит микрофонный эффект и удерживает сам кабель за ухом сам провод серебристый традиционный довольно мягкий но делает такой небольшой шажок в сторону чуть более жесткого поэтому это не супер мягкий но не супер жесткий микрофонный эффект небольшой есть но его гасят заушины на холоде практически не твердеет не склонен особо к запутыванию одна из фирменных особенностей вот такой вот т-образный разветвитель который направляет провода в стороны они вверх не могу сказать что это что-то меняет в области удобства просто вот висоник решили выделиться ну как бы не лучше не хуже он не делает но и наверное хорошо и от разветвителя уже идет вот такой вот плотно плотно свитый кабель вниз до углового штекера штекер сделан из прорезиненной пластмассы такой вот soft touch и вот этот т-образный тройничок тоже так что в принципе по дизайну по качеству сборки аксессуарам и всему остальному по удобству ношения это хорошие наушники ну как как почти всегда у висоника происходит ну и конечно же а звуки наушникам нужно прогревать часов 30 после этого он устаканивается также нужно подобрать насадки принципе комплект насадки хорошие но вот мне чтобы их правильно посадить в ухо чтобы сформировался нужный этот вакуумный прижим нужно их вот так вот немножко пошевелить и посадить поглубже тогда все получается в принципе чтобы упростить этот процесс можно использовать спинфитовские насадки например 360 которые как-то обозревал принципе с ними такой же звук и такая же изоляция но они быстрее садятся их просто вот так вот чпок и они заизолировали канал так сказать положу на стол плеер а то что же за примеры без плеера без плеера мне придется самому их напевать а голос у меня не ахти вот собственно вес 9 это шаг вперед по сравнению с седьмыми они менее эффектны в плане в окрашенной подачи но при этом они более натуральны и в общем то они делают именно то что должны делать более топовые наушники то есть в весе топ все дорогие модели они больше про натуральность и собственно с 9 это и дают они чуть детальнее на середине чуть нейтральнее на низких частотах у них лучше проработаны в чаще больше сцены и вот все это дает такой более эффектный звук он более натуральный и собственно ближе к нейтрале и ну и в принципе наверное стоит упомянуть в паре слов о том что это однодрайверные динамо поэтому тут есть как бы и сильные стороны и есть ну наверное слабые то есть качестве сильных сторон это абсолютная когерентность это хорошая весомость правильный баланс массы по всем частотам ну а из недостатков все-таки это не какие-нибудь там многодрайверные арматуры в плане разрешения но с другой стороны это может насчитать и плюсом потому что нет ухода в микроконтраст и за счет этого они толерантнее относятся к записям но двинемся по порядку бас уже низкие частоты не акцентированный он практически линейность середины но при этом он с хорошей массой с хорошим контролем весом нормальным но незапредельным разрешением прекрасно передает текстуры и в общем то столько его сколько и записи столько он его отыграет у него неплохая глубина и канал контролируется он в глубоких слоях тоже довольно качественно поэтому в принципе это вот такой бас не для тех кто любит чтобы нч шатали мозг не для тех кто любит акцентированный чай для тех кому нужно именно вот то количество которое есть в записи без дополнительной накачки естественно прекрасно он передает всякие акустические инструменты то что вот попадает в этот низкочастотный диапазон ну вы скажете приведи пример не ври нам тут вот в качестве примера у меня томас халапайнен вот тот самый альбом про скруджа трек dreamtime он начинается с какого-то низкочастотного инструмента вроде бы такие инструменты называются диджериду по крайней мере в английском языке и вот многие наушники у которых больше акцента низких частотах у них этот диджериду ну или какой-то другой инструмент не буду утверждать что это он я тот еще инструментовед он доминирует и заглушает собой мелодию которая вступает вместе с ним чуть позже вот а тут vs 9 они именно при этом этот инструмент обладает правильной весомостью но при этом он ничего не заглушает то есть такой правильный баланс и необходимое количество разумеется низкие частоты переходят абсолютно плавно в средние они тоже сделаны в том же ключе без акцентов без ничего при этом тут есть хорошая макро динамика хорошее разрешение без ухода в микроконтраст то есть вот не ждите вот этой вот арматурной супер детальности тут именно так нормальная детальность не вот это вот не попытка подчеркнуть все нюансы записи а именно только отыграть то что в ней есть хороший очень вес у вокала инструментов и это для меня очень важный критерий поэтому скажем такие тонк тонковесные на середине наушники это они могут быть крутыми за счет микроконтрастов но это не мой звук в общем то я конечно люблю выслушивать нейтрально всякие там мелкие нюансы я люблю подчеркнутые в ч и в разумных пределах но при этом когда вот эти мелкие нюансы тебе вот так вот берут и выставляют прямо на впереди всего остального это не мой звук у инструмента должен быть вес иначе у него не будет телесности и значит не будет нормальной воображаемой сцены насколько это вообще возможно в наушниках затычках тут это все есть при этом хороша макро составляющая эмоции вокалы мужской женский весьма весьма качественно передаются воображаемая сцена больше средней в глубину и ширину и вообще 3d шность это такая одна из фишек этих наушников и в качестве примера для средних частот у нас абсолютная классика night wish slow love slow в общем то я отношусь к числу тех людей которые считают что night wish после ухода тарии стал намного лучше потому что он из группы аккомпанирующий этому оперному в кавычках вокалу ну как оперный но не лучшие скажем если если я хочу слушать оперу я буду слушать монсеррат кабалье вот собственно из группы аккомпанирующий тарии он при они превратились в просто в лучшую металл группу томас со своим композиторским талантом развернулся темы пошли крутейшие скажем альбомы концептуальные ну и slow love slow шикарнейший кабаре номер собственно вообще классный альбом и прекрасный фильм вот какая другая еще группа захотела снять фильм и сняла такое случается редко причем фильм не документальный как мы бухаем и выбрасываем телеки из окон отелей а именно художественные так вот ладно возвращаемся к треку скажем вы его наверное слышали почти наверняка очень классно прописанный вокал очень особенно на припевах когда дуэтом поют когда дуэт мужского и женского голоса куча прекрасных вещей типа щеточек каких-то не знаю как наверно это не погремушка но как-то этот шейкер должен называться который издает вот шуршащие звуки если есть музыканты напишите в комментариях как он зовется не маракас же на самом деле хотя может и маракас в общем то есть и высокочастотный диапазон тут насыщен но вот середина вокал и вот именно благодаря динамическим драйверам они не так эффектно подчеркнуты но они очень-очень натурально звучат и это их сильная сторона но и верхние частоты это еще одно скажем не сильное место динамических излучателей у них нормальная но не запредельная протяженность то есть нет вот этой вот протяженности там как у топовых керамик керамики электростатов там и других инструментов но при этом нормальная протяженность достаточно для того чтобы отыграть основные убертона при этом они не резкие вообще скажем хорошее разрешение чуть-чуть замедленные атаки затуханиями но при этом они звучат не резко и хорошо сбалансированы количественно и вот в принципе это одна из сильных сторон наушников от visonic то что они как бы балансируют правильно низкие частоты верхние при этом верх есть но он не резкий в общем хорошо все у них в плане баланса в плане контроля и так далее ну принципе уже вроде бы даже все право че сказал разрешение нормальное естественно не арматуры но собственно хорошо для динамо и фолдер сюда избранная и в качестве примера у меня вот такой вот трек как обычно когда ищешь лучшее исполнение классики чаще всего лучшим оказывается запись от дойчи граммофон и собственно болеро равеля тоже вот на этом вот альбоме это лучшая запись из тех что мне попадались и вот тут они она дим как она она в общем и короче этот трек демонстрирует еще одну очень интересную особенность их наушников они хорошо очень играют даже на тихой громкости обычно большинства наушников есть такая минимальная громкость начиная с которой они уже начинают звучать как достоверно или правильно сбалансировано и вот тут вот болеро вы слышали тоже наверняка там медленно и такой тихой немедленно тихое вступление когда начинают несколько инструментов всего потом нарастает нарастает за качестве крещендо и вот тут вот они очень эффектно звучат даже вот когда начинается это вступление даже тихо вот они это здорово отыгрывают и передают в плане источника в принципе ничего сногсшибательного не надо главное чтобы скажем было боль без каких-то сильных перекосов хотя и перекосы в общем-то нормально то есть наушники не 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 красят звук и за счет этого они чувствительны к источнику поэтому меняя источник можно от них добиваться очень разного им нужна супер мощности и при этом им не нужен супер темный фон в общем абсолютно не капризные наушники но естественно должно быть там нормальное разрешение то есть как бы хотя бы там начально среднего сегмента плеерным естественно необходим ну еще раз резюмирую в общем это хороший звук прекрасно тюнингованных динамических 1 драйверов без уклона в супер детализацию с скажем с нормальным но незапредельным против протяженности на ваше при этом без малейших окрасов и это вот его сильная сторона то есть если вам нужны супер протяженные ваше а концентрированный бас или верхние частоты либо украл микро детальность либо какие-то акценты на середине это наушники не для вас если же вы ищете именно органическую натуральную подачу это может быть вполне ваш вариант ну и немного поговорим о сравнениях на самом деле в этот раз это будет даже чуть сложнее чем обычно потому что реально сравнивать их имеет смысл только с 1 драйвер ными динамом и у меня их в этом сегменте было не так уж много потому что ну реально скажем у арматур будет как минимум на низких частотах разрешения выше всегда пусть даже там за счет какой-то сухости у гибридов но чаще всего гибридами с гибридами можно сравнить бас но гибридов как бы по-другому подуться с че и в че плюс чаще всего гибридные модели они более акцентированные в плане скажем звука они больше уходят микроконтраст они часто у них больше подчеркнут бас и так далее так что в принципе только какие-то однодрайверные динамы а их как бы немного разницу с в седьмыми я уже описал поэтому в принципе вы если смотрите обзор то дальше расписывать это нет смысла что там еще есть то есть допустим кимфайр аудио лера 2 они как бы детальнее они более плотные скажем еще натуральные ну как бы они стоят там там два раза или сколько дороже так что тут сравнение конечно тоже немного нечестное есть популярные очень динамы от acustune или acustone но у меня их нет и пока и нет и не было может быть будущем все таки я что-нибудь из их творчества так сказать обозрею но это явно не в ближайшем будущем какие-то более недорогие динамики там я не знаю там визеры а 15 про допустим они как-то они более энергичные но эта энергичность у них скажем уводит их от натуральной от натуральности в сторону такого более подчеркнутого окраса допустим классические острики си 0 9 они теплее окрашеннее мягче в общем они тоже не такие не знаю принципе спрашивайте если какие-то модели вас интересуют по сравнениям но реально практически любые другие модели будут звучать тоже иначе поэтому тут вариантов особо перебирать не приходится так что вот такие вот получились visonic vs 9 скажем как-то ушла на на периферию компания не знаю чем это связано то ли с вот этой вот их попыткой сделать 100 500 моделей когда у них там были vsd 1 1s 2 2s 3 3s там по моему только четверку пропустили потому что были vsd 5 в общем короче десяток моделей там абсолютно разных с шагом несколько долларов и часто пересекающимся одинаковым звуком сделали они выводы наверное из этого и вот сейчас у них вот эта вот линейка vs 7 и 9 как минимум получились действительно интересными и они не пытаются делать скажем тоже где у них нет не так много опыта а вот собственно в динамах как не доминирует ну скажем развиваются и показывает что у них в этом есть очень хороший опыт спасибо за внимание внимание Продолжение следует...